Полицейским в Смоленской области пришлось стрелять по колесам грузовика, чтобы остановить неадекватного водителя. Он постоянно выезжал навстречу, но когда его задержали, объяснил, что спасался от НЛО. Олег Глухих расскажет подробности этой истории. Водитель авто машины 1068 прилетел остановиться. Будет применено оружие. Водитель авто машины 1068 будем стрелять. Федеральная трасса Москва-Минск. Грузовая машина «Мерседес» с белорусскими номерами уходит от погони. Преследование длится недолго, примерно 3 километра. После предупреждения полицейские стреляют по колесам, но грузовик даже на пробитой резине не сбавляет скорости. С одной стороны спустили у него колеса, едет он на обуви, короче, ну ты понял. Скорость 80 километров в час. Водитель пытается избавиться от преследования, словно от нечистой силы. Станет ясно уже после задержания. Оказывается, в кабине водитель не один. На пассажирском месте его товарищ, согласно показаниям патрульных, при задержании оба вели себя неадекватно. Транспортное средство задержано. Водитель задержан. Догнали мы через 3 километра. Это транспортное средство, которое двигалось по встречным полосе движения. Неоднократно водителю данного транспортного средства предлагалось принять право и остановиться. На что водитель никак не реагировал и продолжал движение. Оба колеса справа пробиты. На переднем от резиновой покрышки не осталось и следа. А только из-за этого машина в итоге остановилась. На диске след от одного из выстрелов. Так как данное транспортное средство представляло реальную угрозу жизни и здоровью граждан, участвующих в дорожном движении, а также не останавливалось и не выполняло ни однократные требования сотрудника полиции об остановке, было принято решение применять огнестрельное оружие. Задержали 24-летнего водителя из Белоруссии вместе с товарищем за неподчинение требованию сотрудников ДПС остановиться. Плюс к этому нарушению пересечение двойной сплошной. Сам житель Могилева пояснил свои действия так. Они с другом пытались скрыться от неопознанных подозрительных объектов, то ли НЛО, то ли еще кого. За мной где-то на этом участке встала машина без фар ехать, двигаться за мной, притык-притык. С этого момента я перестроился в левый ряд и неоднократно машина с выключенными фарами перестраивалась на встречную полосу движения и пыталась меня оттеснить к обочине. Объясняли бегство еще и тем, что боялись остановиться в темном лесу и хотели добраться хотя бы до освещенного участка. После наводящих вопросов инспекторам стали понятны причины странного поведения друзей, так называемые спайсы. Курили курительную смесь, так? Да, но курить вообще, скажем так, марихуану я начал так, что и давно. От прохождения медицинского освидетельствования белорусский водитель отказался. По факту применения сотрудниками полиции табельного оружия назначена служебная проверка. Олег Лухих, Илья Фокин, Вести.